Ну, здесь течет постоянно. А у соседей течет постельная на кухне. Дождь с потолка в квартире идет регулярно, рассказывает главе города Татьяна Чех. Ее квартиру на пятом этаже регулярно проливает после того, как зимой почистили крышу. За весь сезон коммунальщики сделали это всего один раз. Но настолько неудачно, что кровля теперь напоминает решето. Теперь дождливое лето каждую неделю подбрасывает людям новые неприятности. Четвертый подъезд. Жалобы были, мы писали везде. Звонили. Дожди были очень сильные. И протекает именно пятый этаж. Проблемы в доме 60-х годов постройки и с подвалом. Система канализации давно требует ремонта. Неоднократно жильцы обращались с жалобами в управляющую компанию. Но реакции не последовало. Тогда написали заявление в прокуратуру и в районную администрацию. Жильцы рассказали о происходящем и главе города в Твиттере. После чего дело сдвинулось с мертвой точки. К ремонту подвала уже приступили. Сроки, когда вы закончите эту работу? Седьмой, восьмой подъезд будут закончены на этой неделе. На этой неделе заканчивается. Вот как оттуда мы идем, это можно увидеть. Ремонтом кровли должен заняться фонд капитального ремонта. Но не все жильцы исправно платили взносы. Среди них есть нуждающиеся семьи. Глава города поручила районной администрации составить список должников и по возможности оказать помощь. Своей стороны, я же понимаю, что эти люди, если у них нет куда заплатить, они не заплатят. И чем мы можем помочь? Мы этим людям поможем. Но тем, кто действительно может рассчитывать на нашу помощь. Это многодетные, это пенсионеры. Завершат ли к концу недели ремонт в подвале дома, проверит районная администрация вместе с жителями. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События.